Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, вот приближается Великий Пост, уже через две недели начнется, и Святая Церковь, которая, как каждый день, каждый год, простите, своей мудростью нас готовит к Великому Посту, она уже на прошлой неделе нам напоминала и предлагала Евангелие о мытареи и фарисеи, чтобы мы понимали, что означает молитва, что означает настоящая молитва, неформальная, что означает покаяние и что означает неосуждение. И вот сегодня она нам предлагает эту удивительную притчу о блудном сыне, а через неделю еще притчу о страшном суде, после чего мы будем вспоминать первого числа грехопадения, изгнания Адама и Евы из рая, и после чина прощения, когда попросим друг у друга прощения, вот войдем в Великий Пост. Надо сказать, что эти все евангельские чтения, они чрезвычайно важны, потому что дают нам понять глубокий смысл поста. И вот сегодня Евангелие о блудном сыне нам дает понять, что означает прощение Бога. И более того, вы знаете, что мы никогда не изображаем на иконах Бога Отца. Но вот у нас есть и словесная икона Бога Отца. Именно вот эта притча. Ведь мы условно ее называем притчей о блудном сыне, а на самом деле следовало бы ее назвать притчей о любящем Отце. Притчей о любви Отца, которая всегда безусловна. Вот эта любовь, которая совсем не зависит от нашего поведения. Потому что Бог есть любовь, и Он нас любит всегда. Даже когда мы ошибаемся, даже когда мы совершаем какие-то грехи. Вот как раз об этом и притча о блудном сыне. Нам, наверное, сегодня не всегда очевидно, мы не полностью себе представляем, насколько поведение вот этого младшего сына, этого человека, было не только неподобающе, но вызывающе, абсолютно не вписывало в рамки просто приличия. Ведь сказать в патриархальном обществе, сказать Отцу, дай мне часть имения, дай мне то, что должно мне быть после твоей смерти, сказать это Отцу при его жизни, означает, что вот этот отец, для этого младшего сына, он уже умер, его нет. Нет, что этому молодому человеку важно только как раз то имущество, которое он наследует после смерти отца, а не сам отец. Да и кроме того, раз он младший сын, тем самым он оскорбляет и своего брата старшего, потому что, безусловно, это имущество ему достанется не раньше, чем своему старшему брату. Поэтому вот этот блудный сын, заявляя об этом своему отцу, фактически исключается из всего сообщества вот этой семьи. Он принял решение, что он не будет иметь к ним никакого отношения, больше никогда. И вы знаете, чаще всего в проповедях, или когда мы читаем этот текст дома, чаще всего мы обращаем внимание на вторую половину этой притчи, когда сын возвращается домой, и отец его обнимает, принимает в своих объятиях. Но на самом деле первая половина, она не менее удивительна. Вот этот отец, которого сын оскорбляет, сын требует деньги, имения и так далее, а этот отец прекрасно понимает, что этот сын еще не взрослый, что он не способен правильно пользоваться этими деньгами, но тем не менее дает ему. Он ведь мог ему отказать. Но этого не делает, потому что для него важнее всего свобода этого сына. Свобода даже тогда, когда он понимает, что, наверное, он согрешит. Наверное, он не сможет, как взрослый человек, пользоваться, правильно пользоваться этими деньгами, благами. Но дает ему, и это для нас очень важно, это нам дает меру, то есть нам дает понять меру важности нашей свободы. И как мы друг к другу должны относиться, то есть с каким предельным уважением к свободе каждого человека. Потом мы все знаем, что вот этот сын, он, растратив все эти деньги, притом не просто потому, что не умеет распоряжаться, а именно потому, что живет распутно, то есть именно в грехе. Ну и когда настал голод в той далекой стране, где он находится, тогда он идет, он нанимается у какого-то человека, пасти свиней, и вот как написано, он был бы рад на полный чрева свое, рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И тогда, и только тогда, он думает вернуться к отцу. И здесь, конечно, возникает вопрос, насколько его покаяние честно. Потому что есть ли даже он, вот эти слова, которые ему приходят в голову, пойду к отцу моему и скажу ему, я согрешу против неба пред тобою, я не достоин называться сыном твоим, мы не знаем, насколько он честен в этом покаянии. Но если даже и честен, если он действительно себя считает грешником и недостойным, это по необходимости. То есть это не после того, как просто он размышлял над своими грехами, а просто потому, что кушать нечего. То есть в каком-то смысле, если это не по расчету, это покаяние, по крайней мере, это по необходимости. И тем не менее, отец его принимает. Притом не только принимает, как вы знаете, видя его еще далеко, он побежал ему навстречу, и как написано, пал ему на шею. То есть не сын отцу, а наоборот, отец сыну. Не только его, вот мы можем себе представить, как блудный сын, который, ну, решил так сказать своему отцу, что вот я не достойно назвать своим сыном, я согрешил, и вот прими меня в число наемников твоих. Как он повторяет эти слова по дороге. Действительно, когда он встречается с отцом, он начинает, как бы свою речь покаянную, но отец не дает ему закончить даже. Он перебивает его. Он не хочет даже слышать эти слова, потому что для него важнее намного радость от того, что сын вернулся. И ничего не хочет узнать, почему вернулся, что послужило причиной его возвращения. Ни о чем отец не спрашивает блудного сына. Он вернулся. И этого для него вполне достаточно. И он не просто принимает его. Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Перстень – это символ власти. Перстнем же люди в древности подтвердили все свои решения не подписью, а именно перстнем, потому что в нем печать. Значит, отец хочет дать чувствовать этому сыну, что он полностью доверяет ему, несмотря ни на что. Он не просто вернулся, он не просто его принимает как сына, но дают ему еще и власти. Дорогие друзья, вот это для нас очень важно. Как часто бывает, что когда мы провинились друг перед другом, и вот человек, который провинился, покаялся, как мы его принимаем? Принимаем, но все-таки доверяй, но проверяй. Очень часто так бывает. А вот этот отец так не делает. Он возвращает не только достоинство сыну, но возвращает ему и власть. Вот удивительно. А потом вторая половина притч, третья, может быть, даже половина, когда старший брат недоумевает, и он недоволен. И здесь надо понять, что в чем ошибается вот этот старший сын. ведь он прав. Давайте честно. Чисто с точки зрения такой, ну, как бы справедливости человеческой, он совершенно прав. Он благочестивый, он уважает отца, он никогда не всегда слушался. И почему тогда сын, который согрешил, должен получить больше его? Как бы это несправедливо. но забывает самое главное, забывает именно о безусловности любви отца. Вот настоящая любовь, она всегда безусловная. Она не ставит никаких условий. Вот это, наверное, самое важное, что показывает нам эта притча. мы кстати не знаем, что стало потом с этим старшим сыном, когда отец ему сказал еще и замечательно и не случайно, то, что брат, когда встречается, старший брат, когда встречается с отцом и не хочет выйти, и в этот раз отец выходит ему навстречу, как и младшему его брату. Вот в разговоре с отцом старший сын не называет своего брата братом. Говорит, этот сын твой, расточивший мнение свое с блудницами пришел и так далее. А вот отец в ответ ему говорит, брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И это чрезвычайно важно для нас. Независимо от нашего поведения, независимо от того, достойны ли мы или нет, мы все друг к другу, братья и сестры, не должны об этом забывать. Мы не знаем после этого, что делал этот старший сын, вошел ли и также сорадовался вместе с отцом возвращению своего брата или нет. Но для нас пример поведения остается вот это безусловная любовь отца ко всем. Вот младшему сыну, который согрешил, и даже к старшему, который всего лишь не понял, что такое любовь, что любовь всегда бывает безусловна. Дорогие друзья, вот мы войдем в Великий пост, и может быть как раз эта притча может быть путезвездной звездой во время поста. Будем ко всем относиться с любовью, не забывая о том, что любовь всегда по определению есть безусловна. Аминь. Аминь.